блин мушка какая-то поле чемпион звонить на рябовском пруду мелкий карась клюет то что нам ну да для живца предпоехали они там мормышингом занимаются приезжай сейчас мы тебя наловим я взял ведро удочку взял сиденку взял побрызгаться взял никого нету никого нету едем обратно не знаю где но это было рябовском пруду подъезд не знаю где ну думаю сейчас найдем погнали посмотрим что что такое мормышинг коле чемпиона постоянно он постается этим мормышингом говорит я чемпион по мормышингу среди среди бурмакинских пацанов а может среди всех не знаю так выезжаем до бурмакина тебя посмотрим как раз живца там не наловим часик посидим полтора как раз я поужинал звонит погнали сейчас поедем не через бурмакина через свернем здесь на куменском повороте через рябовский пруд ой пруд через ряковскую по старому тракту общем по казанскому в рябовщину сразу поедем рядско-увальский автобус идет мешаться раньше здесь дорога была перекрыта они там бревну бросили а сейчас не знаю посмотрим вот где-то вот здесь у них поворот есть у первого чипецкого района вот здесь сейчас эти машинки добропустим и повернем вот эту дорогу они раньше перекрывали тут не проехать было здесь поставили камеру спрашивали где камера вообще здесь она стоит он там я не доехал до нее это вот старый егатеринский тракт мы едем это школе чемпионы монеты собирали ходили богатые места были тут у них бревно упало дерево он говорит здесь проедешь и все это примерно знаю где повернуть ну раньше на проезд был сейчас не знаю есть нет у здесь раньше помойка была здоровенная помойка сейчас ее ликвидировали один борщевник остался итак господа приехали я вам снимаю нифига не снимают здравствуйте я коль это чемпион давай коля здорово всем здравствуйте здоровенький был и ну давай рассказывай что такое мормышин он мне тут рассказывал рассказывал новая снасть мормышинг сам придумал youtube так удочка даю престиж без поплавка осмотрю 0208 граммов тест тест а что такая короткая от ее бросаешь туда что нет 95 леска зимняя 209 мормышка зимняя самодельная потому что зимние мормышки дорогие а сам делаю ну и катушечка дайва 3000 тысяч на тысячи рублей не тысяч на стоит 6 косарей на себе есть у них рост щенники и всякие приманки вот ну и покажи как а вот пойдем покажу это мы одели чтобы побыстрее тебе наловить живца живца мне намного смотри это мы одели рост щенника а на самом деле вот начал ловиться искусственный вот искусственный мотыль отрываешь кусочек чики-то научил тоже на ютюбе подарочек и чики-чики там ты всякие вот вот такая мне пришла побольше только я думаю что это не очень офигенная большая когда но вот все вот это вот когда показываем мастерство уже он у нее тут целый набор на это но это сделано мурмышки заготовлены дай-ка опыт перейму поди у нас тоже обклевать так вот как раз пинджи мы тебе отдадим за недорого вот смотрите тянет уже подходим датик водоему так подходим закидываем а ну давай а но как спиннинг таки дашь а с лодки также ждем когда утонет можно сверху мы ждем маленько потрясываешь по дну как по дну еще и пока ты на удочку одного тащишь я на спиннинг десяток поймаю а чё недалеко летать не сам поймите а если грузило поставить он быстро тонуть будет если тяжелая они на на подну тогда по дну почему если она чистая как здесь по дну но если трава то что воды так вот еще мормышек здесь чистое дно у нас не цепляться мы по дну водим можно и утяжелиться водолай еще разик а чё с каждой проводки достаете ли не практически на болезняском на пруде мы вы также ловили ну там красиво 200 300 грамм 400 запросто вытаскивали он сидит уже вот это да это чаши в цитам не уже я потом перелью у меня ведро то собой да его мое у вас они а давай я-то далеко лежит прореживать прореживать если вот этого оставлять мне растет перестает перестает расти а его тут миллионы вот такой мелочи хоть здесь купается я пруд какой у них чистый глава пруд то у вас не засран парточный походу не очень глубокий запускала сюда линя окуня окунь не выжил линя где-то не видать прошлый год еще проклевывался мелкий но нынче чего-то нету четыре года назад линя запускал лапти уже должен быть о внутри потянул как щука а чё удочка обязательно должна тоненько быть такая авто и толстая не кинешь не кинуть спиннинговой неудобно кидать если мурмушка должен чувствовать маленько а мало ли вот так вот трясти вот и трясти надо тоже а если с лодки просто зимней удочкой рыбачили на реке сорогу вот такую таскали встаешь на лодке прикармливать у меня подводная камера я себя видел где она стоит то видно сорога прикольно приятнее тащить на спиннин то все равно чем на удочку на реке что частенько как это сейчас 1 грамм грузик 1 грамм крючок и насаживаешь вот эти резинки только погоня без поплука маленькие приманки побольше этих вот это да вы понимаете как рыбачить то надо а мы тут по старинке все уже просто надоели димон эти спиннинги бадаги до 20 до 100 грамм даже щука на большую щуку ты не поймаешь на эту поймаю почему легко я вытаскиваю мормушку да ты чё вытаскивал ну такую 300 грамм если не успела обрезать а спинки вообще без заброса если мне захотелось на щуку я взял другой спиннинга на опарыша давай да такая что побыстрее 0 и саможивец а вот что я хотел проверить теорию пустой крючок что я не взял с собой ладно нет вата на вату ловят вату кусочек на мату вата а здесь вот прямо грязно что ли не проехать здесь дорога то что-то больно злужу забора там можно на легковушке ездит все делает ее делает себе дорогу а мы все ему давим давит ругаться не ругаться ну просто давай посмотрим что у тебя сейчас оденем фиолетовую чеку вот такая приманка она одноразовая или много раз ее обжирают обжираю все десять то поймаешь и обжрет насаживаем чеку чека это придумал название то ты придумал а чужала торчит да обязательно не боится а я как у сережи на пруду червяк жала торчит все ничего не клюет поправлю таких клюет чека ребята пошла в дело не надо коля 400 живцов на зиму но 10 штук на один выезд 400 штук но надо ездим зиму за чеку надо маленько потряхивать вот так вот раз потряс чуть-чуть коля на чеку ловит искусственную приманку еще тут до скольки клюет а до 8 и потом обрезать но работа на внешний микрофон чека чека у коли сработала смотри не взял сходу каких-то берешь беру учу пойдет на жерлицу поставишь мы в тот год хотели наделать серёга говорит оставлю я не оставил нифига а приезжаешь на рыбалку сам знаешь что чека не обугрызли ты я приманки то покупаешь в интернет магазинах а зоны есть у вас браке опять тащит или в олимпийский тоже открыли хочу вас не открывает бизнес бы делали в альберис тоже открыли бы но сейчас я посмотри как ты рыбачил покупает все это хочу покупать надо катушку катушку лёшку а катушку чё хитрую надо или любая пойдет маленькую желательно с мелкой шпулей не было я отдал серёге полная шпуля чтобы было мало лёшки чему глубокую шпулю ты лёш 208 лёшку это те сколько на а бэкинга наматывает делата раша тоже хороший за 1400 но он коротко все мармышинговый настоящий но но лапшистый сани не понравился за лапшиста ну вот такой вот лапша вот так вот но все посмотрели я удочку развиваю коля опять что-то тащили опять чека сработал здесь крупный да вообще есть у вас по 400 но не клюют резко один-два за вечер или на выход на на что уберешь берем все давай все короче я рыбачил до снега в мае то но в этом я скидывал но до снега в мае я вот тут рыбачил клевали хорошие караси по 100 по 150 грамм до снега потом снег выпал перемутилась у нас весной асфальт растаял и снегоход не едет по асфальту я весну не зараза у меня у дома то вот дорога то расставила чтобы дома то хотя бы до полета добраться чика шмика блин сейчас я попробую на удочку пошел я на удочку ребята часто разделаюсь на рощинь к посмотрю я же там но это на ругаюсь как чё там у себя на это рыба чем я не допустят чемпионату мира то как там поплавковый вот снасть тащишь это ё-моё рыбы сегодня наловим а ты как насаживаешь мотыля закрываешь ему эту штуку чтоб карась клевал просто за жопу вот так вот вот все а ну ты настоять куда можешь закрывать я сегодня заехал купил насаде штуки 341 дай хоть на 1 пробуем думай да хоть вот такая глубина нормально тут коля не больше побольше да пробуй а ты не рыбачишь на поплылок разучился уже с небольших глубин начнем ни хрена не клюет клевала по весне перестал про то надо есть по утрам ходи пожалуйста его вот на эту бот у меня приводил говоря даже щука народ она клюет так у меня там нормально так он чё тут хватает а сразу меня поклевки нормально чужого говоришь не поправлять можно а я не поправляю галабру жала и не поправлять коля не успевает закидывать таскады доска смотри жала торчит перестала сразу плевать да да может быть на настоящее это может быть так так и вот мари 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 ему пофигу не как-то принял который мари 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 м там лапки туда клапки там карпа говорят еще есть карпа говорят есть там еще увидели плескался такой карп линии есть мужик сказал сорога и окунь так мы ездили рыбачи на фидора мужик таскает на середину закинет и все а у нас на удочку ни хрена он на удочку плохо там мой номер мужики на удочку сидели ничего не ловили мы на мормушин натаскали да ну как натаскали 6 или 7 штук много раз то были а сейчас перестал он брать сегодня утром были ночью вы спите вообще-то или нет а иногда вы чё я съездил на ночь блять я весь день как овощ вареный пиздец на привыкать на поспали часа два-три и вот так эксперимент смотрите господа а чё я его потом пересажу кизумя и насос кислородными все готово я у меня каком бочки был короче дима запустил я его туда и забыл про него но окон у меня уже лед в лед в бочке то замер я удалблю жил пофигу вода позеленела зеленущая такая он ее и жрал на воду эту зеленую гаде это еще за живцом ко мне приедешь я раздолбил ведро вылил и унес на пруд все лето он прожил меня нихрена ему не сделал болен клюет точно запуталась у вас тут поинтереснее рыбачий чему сережина клюет парочку а он морду поставил и забыл этот убрать морды то и говорит ли не попали здоровенные и задохнулись умерли утром пришли дохлая здоровенно это сколько он их не не вылавливает маточной поголовья так оставляя куда почему здесь то линии 45 лет назад димон я запускал меня 1000 штук где он неужели он сдох он не должен сдохнуть они не должен в таком болоте живет дума шумный такой что а ну чё лень куда он сдохнет действительно не управляю коле желота я никогда не зимой то ничего не поправляет трава трава у корень плюнул гад такой и труда и опять клюет работает так еще в резину стоит поставь белую бобль проверим раз отличный блин на рощника хорошо клюет куля лучше чем на черве мне знаешь что сказали комментариях ты говорит в термосе завари перловку и добавь ложку меда и весь карась твой я думаю бы она спадет с крючка то ее на как-то консистенцию будет запарить термосе и нормально борт поделал 20 где-то валял астерлов как-то вателем нифига отсюда пускают а разве чем-то у тебя я думал ты перевязывался пошел нифига вы чё каждый день тут рыбачите акты если чур живца то собирай я потом заеду к тебе это заберу что скажи наловили еще недолго о чем ведре то постоит у тебя до вечера или до утра все что ему сделается а я на следующий день заеду заберу так он всегда клюет или иногда не клюет бывает мы скоро были так всегда клюет тяжело приедет и не будут клевать то прогреться утром ночью она ночью тогда ему жрать надо и мелкие его много жарёвки надо он повел у тебя хорошо как красиво сейчас мы выдачу коля там голода тащит опять карасик гиб карасик блять сошел мне кажется на червя не будет так клевать да активно будет тоже это женщина тут как-то рыбачила мы пришли вчера или позавчера ли но на перлов купить покрупнее вроде битве а нам чё какая разница нам это отточить мастерство мастерство джиггинга мормушинга это считай тот же тоже джиггало рыбалку только на супер на нас нас это попробовать надо посмотрю я на озоне снасти ваши и потом чемпионат мира сделала по мормушингу да что ты блять не могу выводить не это давай на чемпионате дополна это на поплывок а то там люди вы смотри будут взлыбнуть я сказал чудо а ты просто боишься проиграть то что такое такое по 2 говоришь насадить по некрупнее бот или похуй ему я пожалуй действительно сюда ездить то есть поинтересно добычить конечно я в тот-то год думал серёга оставит живца то он оставлю оставлю под поле и не оставил а сам видишь на реку да приедем они хрена не клюет надо живца до жерлицы расставил и сиди там хочу пофигу я сейчас везде вместо 1 пробивал на снегоходе поехали и на огнетушитель на 15 пробил у меня и так клюет у меня и так нормально клевать моря не успеваю забрасывать он уже повел бля азартная тут у вас место блин засвечу в интернете ваш варябовский пруд весь киров сюда приедет и за живцом и так по безобразничать у моих блин ну да нормально живца то пойдет крупноват конечно так все знают но не знаю что клюет помнишь нас тут телевидение снимала с тобой я потом-то вспомнил думаю в этом мы тут были чё 5 зацеп блин так тут можно с двумя рощами приехать и поймать очень много рыбы на речи делает удочка вроде сложилась куля помоги до расправить я дойду что-то там шабарчит или сложилось что-то благодарю о так я ему глаз выбил за глаз подсёк и чё парень ей к домой без глаза нам не нужен щуку не увидишь выжарите хочу не врут что на куниный глаз якобы клюет клюет и почему куни не обязательно кунил у вас любой если жор пошел ну это на севере в основном наверное в сибири или где-то Деда-то крупноватый, ну ладно. Чё? Чука, всё сожрет, да? Всё сожрет, но там наши какие особи ходят. Главное, чтоб дожили. Ну, частично эти, чё, наверное, может помереть. Да не, я чё, кислород-то им пущу. В почки-то менять воду глаз, они помрут там. Они помрут. Ты из всех в одну-то не сади в две. Поставь ещё одну специальную бочку. У меня есть бочек-то много. Вот, поставь специальную для карася. Только воду в ней меняй. Все в одну-то они могут. Я ж могу им насосы заткнуть туда. Нифига, у меня живца сегодня. Всю зиму. А мы тут не знаем, куда рыбу девать. Ха-ха-ха-ха. Море одна кожуравья, клюёт, заразу. Очень много нужно для этого его прорежать. Такой останется кардик. Не, сейчас оставлю живца-то, посмотрю. Я же каждый год всё учусь, учусь. Делаю выводы. Сколько надо, как надо. Выживет, не выживет. Ну, сдохнет, значит сдохнет. Не, карад не дороже. Я говорю, у меня до зимы дожил. Что надо, чтобы он... Он бы ещё жил, если бы я его не отпустил. Я отходил, выбросил его. А что, в анабиос коля ещё не впал? Не, не впадёшь. Первый лёд, я говорю, да. Машкара появилась. Что, автоцеп? Хороший. Ух ты. Ура! Горошеньчка поменяю. А, всё съели... Помучь지도 перестало... Ура! Это прикольно, Дима! попробовать тоже оборудовать ну удочка для своих задач это для своих ну чё ты как перекур заедает вон сколько уже наловили уже скоро вываливаться начнёт два ведра ничего страшного одно то полное забьем все у меня даже на пустой крючок клюет мне было на пустой день клюет вон у меня поглядет сейчас я вытащу пускай бога поиграются клюет по страшному пошел и камеру выключу а может не выключу оставлю отсюда смотрите как мы рыбачим здорово да там захватил меня тоже ё-моё меня не этого экстратора у меня зимитый экстратор есть а тоже говорит неправильно вы это купил на длине зевальники начинают да если есть еще сейчас сезон серёжа не любит оттаска в болотах бог как я глубину прибавил я посмотрю если чё не на глубине чуть-чуть прибавил походу переборщил повыше она все ходит может там трава внизу нет надо бы обратно тузбой велика коля опять тут не успевает у нее отпусти к его на фигу вах мари и только глубину поменьше и все подперло сразу с полтыка да у всех клюет так на знаете что сделать воды куля побольше набрать и перелить свое ведро то они тут у вас задохнуться крупняк на жарёху а в отдельную тару его перебор на немножко так угли готова так-то интересно тут рыбачить это так что батарея еще работает батарея еще есть чем опять-то наладил свой на лыжах да все гоняет чутенько я тоже все уже подготовил у меня задние только нет плохо задние хуево да где-то застрянешь завода нет презерватив что купить это альфа лидер это там много сейчас всяких накатки ну конечно вы едем ахаги травмин то да да вообще по хуй мотор настоящий у меня honda пойдет для моих целей нормально куда я езжу это везде проедут а если целяк долбить божь ну а если не глубокий ходьбы хрен по лесу наш как херово ты сам не полезешь ты на ямахе тоже в глубокий больно не полезешь стрянешь ты не у тебя не вытащит ямаху я щас уже что научился это бля эту я отпущу хер он такой то нужен иди-ка давай парень расти так дай-ка еще подсажу 1 что у них зубы есть что ли что дорого стоит эта присадка я взял наборчик три вида цвета там по 80 тик и отдал что-то я рублей 500 а также дорогие эти мелкие особенно на микро джи 8 штучек 500 рублей рыбки вот так ну всякие червячки 8 червячков 300 400 рублей 8 штучек их жирает вот стрекозу ищем эту дочинку стрекозы что ты крупняк-то стал клевать причем мы смотрели триста ё-моё коля два раза окунь бахнул это крупноватый тут у вас пошел вечереет но как попрут эти четырехграммовики ну такие то можно парочку на сковороду взять ходит наверно сегодня кули мне довезу битком будет жалко так вот это рыбалка так рыбалка я понимаю все покажем что поймали буду тут переливаем чтобы довести было десертная всякий кого что не рыбачить у меня на две рыбалки и так пруд шикарный приезжайте карась клюет мелкий все всем пока заняты где-то давайте пока все пока ждите продолжение я тут сейчас место нашел где рыба клюет на живца нормально всем пока куля увидимся а все а а а а а а а Продолжение следует...